у каждого должен быть в саду набор джентльменский не только яблоки и груши а и более южных садовых культур таких как персик кизил видите что значит короткая обрезка нормировать не надо персик конечно виноград и для еды и для вина вот посмотри какой изумительно чистый лист никаких болезней опылился он уже хорошо в то время как деятели youtube а уже несколько раз там химикаты выливают на этот виноград несчастный все дело в том что надо подбирать сорта зимостойки и тогда ждет всех успех если у меня родственник липецкой губернии так вот он говорит что климат там более сбалансированный и с успехом он выращивает там и черешни передаю я ему сам когда-то приезжал вот эти южные культуры хороший в этом году ранняя черешня и в основе средне поздняя будет несколько видео на тему а черешни и и не устаю я говорить и подчеркивать что дал должна быть роща лещины или фундука на усадьбе с тем чтобы обеспечить белком себя и всю семью то среди какой шикарный урожай каждый год он выдает и одно из главных культур должна быть бузина или саду или где-то перед домом очень любит она располагаться и расти в общем в огороде вернее в саду бузина а сами знаете где дядька ну об одном из этих дядек в конце видео было у меня видео из цикла уроки выживания подножный корм а бузина черной что это очень полезное лечебное и пищевое растение лечит диабет язву радиацию выводит приводил я там рецепты говорил о пищевом и лечебном применении ягод в основном сушеных свежих варенье пастила сироп и морс а весной молодые не одревесневшие побеги и рецепт давал как их приготовить используется в еду и забыл упомянуть я о третьем важном компоненте о цвете бузины кстати она в моих краях уже заканчивает цвести ну а в средних широтах в самом разгаре так вот из этого цвета делается не знаю напиток чай причем вот все время цветения несколько недель цветет бузина и надо этот напиток готовить на литр воды добавить пару жмений соцветий и закипятить а затем по вкусу минимум меда сахара и провести курс оздоровления на все время цветения бузины употребляя вот этот напиток вместо чая а если не успели то можно и засушить соцветия и употреблять по назначению естественно из свежих соцветий пользы больше и уверяю вас забудете дорогу к докторам всем абсолютно 70 лет рок-н-ролл отплясывать будете хотите как говорит совете а хотите нет но попробовать надо если у меня на канале цикл уроки выживания где речь идет о полезных дикорастущих пищевых растениях вот тут крапива у меня растет пырей по огороду и не не убирая его лопухи вот та же бузина и тому подобное нормальный человек просто обязан знать о таких полезных растениях пищевых в генной памяти народа должна быть такая информация на всякий случай но про просмотра о полезных растениях мизер увы нам или вам но подкинул youtube в тему так сказать урок выживания прыгкий такой молодой человек открывает консервную банку голыми руками и так ее плющит ломает и эдак вот как инструктор туризма пешеходного скажу есть несколько других способов более легких и не варварских как открыть банку подручными средствами дело не в том случись какой-нибудь катаклизм а их в двадцатом веке и в двадцать первом хоть отбавляй и будет уверяю вас найдется ли та банка с тушенкой чтобы ее открыть даже зубами а подножный корм полезны и доступны доступны вот он под ногами и над головой бери народ ешь и пей вот то видео про банку изуродованы набрала 12 там или 15 очень много за 10 миллионов просмотров ну страна чудес чудаки любят такие вещи ничего лично против григория соколова не имею хорошая такая фамилия и имя был у меня друг однополчанин тоже григорий соколов иронично уничижительно по аналогии с мифическим литературным персонажем 18 века называл он себя грешаткой соколовым владел он в совершенстве русской речью правильной и обранной от желая у есть кого-либо говорил да у имя рек ноги как у соловья гриша это как очень просто отвечал чем выше тем тоньше григория не такие дед был гриша у меня благаю вас смотрите полезные видео